Почетное право перерезать ленту предоставляется заместителю председателя Ольги Константиновне Мартелс и поэту корейской национальности Александру Павлу. Уважаемые гости, проходите пожалуйста, вы можете здесь ознакомиться с портретами писателей российских немцев. Здесь вы видите Виктора Шнитке, это родной брат Альфреда Шнитке, Виктор Кляйн, тоже многограммный автор, который создавал произведения в стихах, прозе, исследовал фольклор, литературу, был автором учебников. Его своим духовным сыном считал Виктора Хайнса, Вольдемар Герд, автор советского времени, без которого становление поэзии российских немцев не было бы возможно. Вы можете увидеть, что в дизайне библиотеки использован логотип дизайнера Ольги Баунгертна, она же является и писательницей. Этот логотип был специально придуман для антологии литературы российских немцев «Навстречу недоверчивому солнцу». Название антологии вынесено цитата из стихотворения Роберта Вейбера «Навстречу недоверчивому солнцу». Она выделила здесь красную. Мистер Абрич, Шансон и Ангелин. Даже солнце не верит в силы российских немцев, но несмотря на это они идут вперед. И вы видите, в эмблеме использованы элементы солнечной символики. Здесь вы можете в нашем уютном читальном зале, камерном небольшом читальном зале, прочитать стихи и прозу российских немцев. Если у вас появится такой интерес, у них два родных языка, которые используются как языки творчества, немецкий и русский. Я думаю, что также можно сравниться с писателями корейцами, живущими в России, которые используют оба языка, свой родной корейский и русский язык. Может быть, у вас есть какие-то вопросы по фонду библиотеки? График работы библиотеки. А каким образом образовался фонд? На какой период? Основательницей этой библиотеки можно считать Тамару Чернову, девки, историка, доктора наук, у которой в свое время возникла идея создать фонд. В основном фонд создан из даров. Люди приносили в дар. Конечно, книги закупались. Пополнение библиотеки идет благодаря частным архивам. И в настоящее время мы ожидаем наплыв новых книг, потому что вы видите, что изменился и дизайн библиотеки, и скоро будет пополнение новых книг. Все читатели могут прийти, вам могут открыть карточку, можете приходить, там указаны часы работы, когда работают в режиме читального зала, библиотека. Книги можно брать на дом, знакомиться. И какие еще мероприятия делаются? В этом мероприятии мы проводим литературные мастер-классы, проводим встречи с писателями, встречи с редакторами журналов, литературоведами, переводчиками. В основном это писатели, которые находятся в основном жители России, но их интересы связаны как с немецким языком, так и с разными, в поле русско-немецких связей. Потому что все же российские немцы и российские корейцы очень отличаются от немцев в Германии и немцев в Корее. У них свой менталитет. Корейцы в Кореецах. Да, корейцы. Если сравнить эти два народа, можно найти общий черт-ли. И корейцы, и немцы трудолюбивые, пунктуальные, аккуратные. У них есть общие события в судьбе, в том числе депортация. Немцы были депортированы с Запада. Корейцы с восточных частей оказались. Они многие в общих местах. Например, на Алтае, в Сибири, в Казахстане. Кроме того, и Германия, и Корея также имеют общие черты в своей судьбе. В настоящее время Корея разделена на две страны. Мы знаем, что в истории Германии тоже была какая-то разделенность. В настоящее время Германия объединилась, у нее появилось новое дыхание. Мы очень рады представить сегодня в одном зале вечер немецко-корейской дружбы, когда два народа смогут еще лучше понять друг друга, познакомиться между собой. Я бы хотела предоставить слово для открытия вечера председателю Международного союза немецкой культуры Генриху Генриховичу Мартинсу. Дорогие друзья, я хотел бы отременить саморганизацию немцев Российской Федерации всех сердечного приветствия в этом зале и особо поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия, прежде всего Якова Генриху Марта, который выступил инициатором совместно с Александром Баком, издание этой книги. Наши друзья из корейской автономии, в этом случае мы передали, пожалуйста, привет Василию Ивановичу Цову, вашему президенту вашей организации. Мы с ним оба являемся членами Совета Прекрезидента по межнациональным отношениям. И вот как раз такие мероприятия, они и способствуют тому, что в Российской Федерации гармонизация межнациональных отношений, люди живут друг друга в мире, в добрососедстве. Мы сторонники именно такого подхода. Можно делать культуру, можно делать политику, выходя на трибуну, а можно делать большую политику средствами культуры, средствами общения. То, чем занимаемся мы, то, что делаем мы сегодня в этом зале. Еще раз огромное всем спасибо. Я с удовольствием по присутствию на вечере. И, ну, добрый путь. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые хозяева. Мне хотелось бы сказать, что российских немцев и российских корейцев очень многое связывает. Я живу долгое время в Дальнем Востоке, в Казахстане. Вот, приходилось прикасаться с специалистами немецкого народа. И эти встречи, знакомства и даже другба оставили очень глубокий свет в моей жизни. Ну, и будучи уже работаем в корейской газете, в период 20 лет, немецкая тема, она постоянно присутствовала в газете. Ну, вот, например, свежий пример, что где-то примерно начиная с 2000-х годов мы постоянно публиковали материалы об опыте Германии, заданной восточным по объединению. И вторая тема, не менее важная, это опыт уже в идее Германии, межправительственная программа по поддержке культуры российских немцев, которая была принята совместно с Российской Федерацией. И вот, может быть, то, что вот эта тема, она постоянно поднимается в нашей газете, вот, как толкова, южнокорейское правительство, в последнее время, в последний год-два, тоже обратится к этой теме. Вот сейчас вот я в информационном мудреце, в российском корейском, корейском, в городском, занимаюсь. Постоянно у нас было несколько публикаций по этой теме, о том, что вот даже из уст президента Южной Кореи прозвучала такая фраза о том, что, значит, вот этот опыт Южной Кореи будет изучать в любопытстве, чтобы, может быть, он пригодится в будущем. Ну, а теперь вот к нашему герою сегодняшнего вечера, да, Крисану Паку. Мы с ним познакомились, примерно, 10 лет назад. Это произошло с там случайного, в один командировки Алтайский край. Вот, естественно, когда едешь в какой-то регион, ищешь своих соотечников. Ну, в Алтайском крае не так много, вот, но они заметны. Несколько человек, они заметны. Вот, и одной из самых заметных фигур является вот, герой сегодняшнего вечера, Александр Пак. Вообще, вот такие люди, вот, они, несмотря на то, что даже наши соотечественники все знают о вас, вот, они являются вот и все. Наши диаспорты, русскоязычные методы, в России, в этих иных странах СНГ, вот, и, значит, каждый из нас гордится тем, что из нашей ЦНГ выходят люди с таким талантом, который постергован не только и не столько колейцами, сколько представителям всех народов, которые проживают в России. Потому что, вот, настоящее творчество, оно не имеет какой-то национальной опасности, да. Вот, и то, что вы всю жизнь прожили, вот, в СССР, вот, и сейчас живете в России, да. Это тоже наложило обещать на ваше творчество, да. Вот, и, конечно, вот, познакомясь с вашими произведениями как художника и как литератур, понимаешь, что вот таких людей у нас не много, и их нужно не дорожить. Поэтому, вот, к юбилею в прошлом году российские корейцы в Петербурге створил 150 лет проживания. Переселение корейцев в Россию, это было большое событие. И самое главное для нас, что мы отмечали это событие вот на, как бы, государственном уровне. Высшее распоряжение, как государство, был создан новый комитет, и, внести, у них прошло очень много мероприятий в рамках этого события. Вот, и, в частности, мы нам удалось выпустить несколько книг из серии «Российские корейцы». Это книга «Православие и корейцы», то есть «Православие имеет много исторических корней, это книга «Корейцы». Вот, это вот книга доктора исторических ноут и о чем Бога, о российской корейцке». Вот, то есть, о современных российских корейцах было. И книга «Колесан». «Колесан» — это корейцы русскоязычные переводят, в которые мы постарались просветить 750-летнюю историю российских корейцев, опубликовали научные и публицистические статьи. Они поместили биографии наиболее заметно представителей русскоязычных корейцев, среди которых есть имя, наверное, Александра Паппера. В частности, я хочу сказать в заключение, что Союз русских и немцев и божественно выражается в чем? Один из самых наших заметных людей из корейской фамилии — Юрий Павлович Кэм, депутат государственной группы, герой России. Он является представителем двух народов, как бы дитя двух народов, мамы или нет, а отец российских корейцев. Потому что не все знают, но вот таких российско-корейских союзов я бы мог вспомнить еще и другие, но, наверное, будет случай, мы об этом отдельно опубликуем статью нашей газеты. В этой книге я хочу передать вашей библиотеке, наверное, не так сказать. Они будут последованы. Они будут последованы. Спасибо, Валентин Сергеевич. Обязательно. Очень приятно слышать такое приветственное слово. Сразу чувствуется, что его произнес в общественный человек. Я сейчас выдам тайну. Генри Генклевич у нас тоже пишет художественную прозу. Он пишет рассказы очень хорошие, просто как скромный человек не издает пока. Мы начали вечер приветствия двух творческих людей, которые в то же время на своих плечах несут ответственность за свои народы. Читая книгу Александра Пака, героя нашего сегодняшнего вечера, удивляешься, каким образом через разные языки все же невозможно скрыть свою ментальность. Корейского языка в этой книге нет. Но менталитет корейца видим в каждом стихотворении. Даже если в нем нет слова «корея». Читая эту книгу, я узнала любимые национальные блюда российских корейцев. Я узнала то, как они мыслят, о чем они думают. И поняла, что есть много общего, но есть и отличительное то, что как раз и создает особую картину мира российского корейца. Я думаю, что эта картина мира отличается от картины мира корейца, от картины мира корейца, живущего в Южной Корее, живущего в Северной Корее. Это три разных картины мира. В стихах Александра Пага мы ощущаем любовь ко всей России, к своему народу. Ощущаем любовь к великому, могучему русскому языку, любовь к немецкому языку. Александр пишет. Корея, ты птица с вобитым крылом, Летишь, разбросав свои перья по свету. Боль тридцать восьмой параллели проходит и через сердце моё. Верю, наступит время и затянется рана. Столько лет, кровоточащая позором. Из слёз, разлук и страданий Возвратишься ты фениксом, единой страной. Читая это стихотворение, вспомнила десятки стихотворений германских поэтов, которые мечтали о том, когда их страна станет единой. И эта боль, представьте, есть живой организм, и его делят пополам. Левая ноздря не может уловить запах, который вылавливает правая ноздря. Левое ухо не слышит то, что слышит правая. Организм живёт, он единый. И я думаю, что российские корейцы очень тесно связаны также со своей исторической родиной, как и российские немцы. Любят её. И несмотря на то, что языки российских немцев и немцев Германии отличаются, и наверняка отличаются языки российских корейцев и корейцев, живущих в Корее, но в любом случае мы все понимаем, что это представители одной нации. И они очень любят свою историческую родину и свою родину в Россию. Великую родину. От себя убегая, всё чаще возвращаюсь к себе. Я уже не противлюсь и совсем не стыжусь мыслей, что носят до боли знакомый, разрез мой класс. Пишет Александр Пак. Эта книга, которую мы сегодня вам представим, написана на двух языках. На русском и немецком языках. Это очень необычно. Сегодня мы не сможем увидеть переводчику этой книги. Она не смогла приехать по своим личным причинам. Её зовут Секлана Григорьевна Кочеловская. Она живёт в далёкой деревне Новоскатовка, Омской области. Вы знаете, что немцы компактно жили в немецких национальных районах и продолжают жить на Алтае, Омской области. Прошлой осенью нам выпало счастье оказаться в Новоскатовке. Наша делегация ездила в Новоскатовку, чтобы открыть там мемориальную доску умершему поэту Виктору Хайнцу. Вы видели, читает нам в зале, портрет Виктора Хайнца. Он жил в Новоскатовке. Новоскатовка — небольшая деревня. Мы ехали от Омска туда целых 4 часа на автобусе. Но она славится тем, что рождает много творческих людей. И там жил поэт Александр Цирки. Жил поэт, прозаик. Я уверена, что книги Виктора Хайнца будут издаваться долгие столетия, потому что он автор романной прозы, он писал романы, повести. Там есть автор книги Александр Пак. Степотворение, которое я только что прочла, в переводе Светланы можно услышать таким образом. В моих родных, в ростах, в ростах, в ростах. Я всегда впервые, в ростах, в ростах. Я всегда впервые, в ростах, в ростах. Я не верю, и не скрылся, в ростах, которые мне неприятные глаза в ростах. Александр Пак пишет «Вир Либр» — свободная стихия. заведомо оставленные автором без рифмы и без определенного метра. Кажется, что свободные стихи писать легче, чем стихи в рифму и в метр. На самом деле это только кажется. Верли бы писать значительно сложнее, чем стихотворения рифмованные и метрические, потому что метр и рифма поддерживают стихотворение, украшают его. А в свободном стихе слово становится не только на вес золота, а даже на вес платины. Оно должно быть чеканным, точным. Александр Пак — известный автор свободных стихов. Его хорошо знают в России как автора верлибра. Его стихотворения вошли в антологию русского верлибра. Они издавались в престижном журнале «Орион». В этот журнал могут попасть только очень талантливые стихотворения. Александр представлен в этом журнале. Мы с вами сегодня услышим об истории создания книги. Каким образом, в чьем сознании, мы догадываемся, что это было сознание Якова Яковлевича Гринемаева, возникла идея создать немецко-корейский книжный проект. Это не просто книга, это культурный проект. Александр Пак уже очень много сделал для народа российские немцы. Я просто могу дать перечень тех проектов, в которых он участвовал. Александр был активным участником следующих российско-немецких книжных проектов, душой которых был Яков Яковлевич Гринемаев. Александр был одним из восьми авторов перевода стихотворений российских немцев в поэтической антологии «Встречи в августе». Эта книга «Встречи в августе» для меня, лично для меня, было открытием. Когда я стала ее читать, я увидела, что наконец-то российско-немецких поэтов начали переводить крупные русские поэты, которые знают, что такое искусство перевода, которые владеют стихотворной строкой, и они стремятся сделать оригинал еще лучше. Он играет разными границами. Александр стал автором вольного перевода книги стихов известного российско-немецкого поэта Александра Бека «Кункин в суетном мире». Эта книга Берингова вышла на немецком и русском языках. Кроме того, Александр составил книгу стихов Эдмунда Гюнтера, известного шланкиста. Называется она «Избранная». Кроме того, Александр также выступил редактором-составителем книги стихов Александра Бека «Годки памяти». Книга вышла на русском языке. Составителем книги стихов Александра Бека «Я был, я есть, я буду» на немецком и русском языках. Только у Александра Бека с помощью Александра вышло три книги. Александра Бека – один из восьми наиболее известных алтайских российско-немецких авторов. Еще одно имя звучало – это Эдмунгюнтер, известный шланкист. Шланг – это особый немецкий жанр, который представляет собой сюжетную новеллу аминдотического характера, высмеивающему «Пороки деревянского общества». Я думаю, что в корейской поэте и кроссе есть свои жанры. Российские немцы создают и свои жанры, используют немецкие жанры, русские. Александр Бак также явился составителем фотоальбома «Славгород», города, в котором он живет, в котором также живет Лякоп Яковлевич Гринемайер. В этом фотоальбоме большой ряд фотографий о жизни российских немцев «Славгорода». Мы сегодня сможем увидеть небольшой видеоролик, в котором даны отзывы о творчестве Александра Бака и о деятельности Якова Яковлевича, снятых в «Славгородском телевидении». Яковлевича, снятых в «Славгородском телевидении» Яковлевича, снятых в «Славгородском телевидении» Российского телевидении «Славгородском телевидении» Сейчас я хочу увидеть cues на чатского телевидения «Славгородского sek Anticek» Яковлевича, снятых в «Славгородском телевидении» Только он д outro д青. Александр Бак, как явление, литературное явление, как явление в художественной жизни и как человек, это целое событие, это целый мир. К поэзии Бак добавим вечер. Величина или глубина того, что сказано, невыстижима. Саша, примите книгу как подарок твоего дня рождения, мы ее успели вовремя сделать. Вот поэтому от себя, от твоих друзей, от многих людей, которым приспособлено творчество, дай мне наилучшие пожелания, дай мне всю дорогу и также успешно творить жизнь в Мокровке. Отключи интернет и ты больше успеешь. Написай, поздравляйтесь. Саша выставка для каждого это какой-то отрезок в жизни или какого-то этапа в жизни бывает. И дается такая выставка не так просто. То есть он за этот отрезок пережил в жизни, в семье что-то и хочет нам показать или надо довести свою какую-то новость. Дай Бог, чтобы она была читабельно, понятна и дай Бог, чтобы у него такие отрезки повторялись, что его посещало. Вот то, что пишет Александр Бак, это варианты не только старшему поколению, но это очень риск у молодежи. Есть такая игра, что-то вот канейское ситчо, он переводит к японской таблице, то есть трехстишное переделывают в пятистишные, да? Ребята, 13-классники, раздала трехстишное Александра Бака, и они были даны цитами, а за одну минуту продолжили. И вот я хочу вам прочитать, как они продолжили. Александр Бак, я вам обещаю, меня не будет на моих похоронах. Ученик, я вам обещаю, меня не будет на моих похоронах. Вы не увидите меня, но я умер в вас. И каждую ночь, укладываясь спать, учусь умирать. Ученик, каждую ночь всей жизни, укладываясь спать, учусь умирать, чтобы смирить проспать. И вот, мое любимое. С каждым годом в семье нет река, я хочу, и круче берега я могу, очень умирать. С каждым годом в семье нет река, я хочу, и круче берега я могу, и волны сильнее, я живу, и сердце добрее, я люблю. То есть, вы понимаете, что на самом деле молодежь действительно очень близко понимает вашу поэзию и понимает. Я хочу сказать, что это большое слово, я говорю, я очень понимаю. Которое преподнес мне шикарно, правда, как бы у моего рождения. И всем, кто участвовал в этой книге, с помощью повестников Ани Дезинченко, которые написала, это очень огромное предусловление этой книги. И по взрослому, по дизайнеру Александру Карлову. Ну и мало ли, извините, что наши любые пришли в основе, на этом сходу работы. И я относился к 18-18, когда книгу в развороте. То есть Александр Пак уже давно замечен в корейско-русско-немецких связях. Это уже важная черта его биографии. Александр автор восьми книг, стихотворений и авторской графики. В том числе книга «Яблоко греха» стала лауреатом Алтайской литературной премии «Лучшая книга года» в седьмом году. Поэт представлен в поэтической антологии «Слово о матери», изданной Дуталией в городе Берона. Книги Александра Пака отмечены премиями восьмого фестиваля, изданного на Алтаре. Можно дать очень длинный перечень тех конкурсов, которые выиграли книги Александра. Вышел в свет альбом графики Александра Пака. Интересно, что он выпущен в типографии «Аугуст». «Аугуст» — это месяц, к несчастью, знаковый для российских немцев, потому что указ о депортации российских немцев был подписан 28 августа 1941 года. «Александр тоже в августе, в августе». Поэтому премия «Александра Пака» отметил заслуги Александра Пака медалью «За заслуги» и «Александр» и «Александр» скромно не носит. Произведение Александра Пака находится в частных коллекциях в России, в Киргизии, Франции, Германии, Бельгии, Германии, в Германии, в разных странах. Графика Александра Пака приняла участие в 23 выставках разного уровня международного, всероссийского, кролевого. Сегодня автор с нами, и нас ждет особенное счастье услышать авторское чтение стихов, потому что только автор может прочесть свои стихи так, чтобы в лучшем виде донести их до читателя. Сегодня с нами присутствует Яков Гяков Ильич, которого я бы назвала в первую очередь другом Александра Пака, не только лиценатом, но и в первую очередь другом. Но я бы хотела сначала предоставить слово еще двум творческим людям. С нами сегодня находится Ольга Марклес. Кроме того, что она является топ-менеджером, прекрасным администратором нашей организации, она еще и выполняет уникальную роль. Она является читателем. Сейчас очень мало читателей. Я вижу на ее руках книгу Александра Пака, сложилось впечатление. Пожалуйста, Ольга. Здорово, Шаркость. Дорогой Александр, вас я познала, чем я вообще из яблок и их на анти. Дорогой Яков. Александра, я узнала благодаря вам. Дорогие друзья, из корейской общины, если я могу так сказать, дорогие абитуриенты, студенты, российские немцы, все, кто сегодня присутствует в этом зале, зная, продолжая предыдущего выступающего, нас связывает действительно очень много. И даже то, что сегодня наш уполномоченный от Федерального правительства Германии поделаем переселенцы по национальным меньшинам, господин Маркл Кошик, который к нам тоже прилетит буквально послезавтра на нашу большую международную научно-практическую и сеговую конференцию, его сердце все эти годы как депутат Бандистага была продана германо-корейская группа. Он написал толстые книги о том, как развивались связи Германии и Горелии. И я сидела и думала сейчас о том, как же интересно складывается жизнь. Когда я была в вашем возрасте, у нас не стоял вопрос как-то в жизни международной. Эта дружба была просто состоянием ежедневной. Мы жили рядом казахи, русские, корейцы, евреи, неважно. Нашей любимой родиной была Россия, Советский Союз, потом Россия. Никогда я себе не задавала вопрос о том, как приоритет своей страны. Я всегда была один и один. Но в Германию не уехала, потому что я уже рассказывала эту историю. Я была две причины, почему я за Российской Аниме была Германии. Первая причина была связана как раз с моей общественной деятельностью. Мне передали, как раз по время, образцы управления общественной организацией в большой области в Северном Казахстане. Я, людяне, и получив в это же время свой документ на выезд, не могла себе позволить этого сделать. А второе, я заливалась слезами, когда выезжали родители, но понимала, что оставался вопрос, как же я буду жить в Германии, если я смогу петь русские народные песни и слушать программную игру. Я говорю, мне тоже было столько лет, чуть больше, чем вам, и поэтому у меня были такие реалистические представления о жизни. А сейчас, когда я сидела, я вспоминала авторов российских немцев, поэтов, писателей. Мы совсем недавно попрощались на сушок Герой Бегли. Выдающийся литератор, переводчик, который всю жизнь шел тропой на Баре. А Баре – это очень известный мыслитель, посвященец. Садин, ну и вообще, наверное, сейхл в Казахстане. Он немец, Герой Бегли. Он говорил на трех языках, на казахском, на русском, на немецком. Он писал на геросистских немцев. Он писал, он переводил амбарь, он переводил лжасу с университетом. Он сделал творчество казахов доступным европейскому читателю, потому что он переводил на немецкий язык. Поэтому это так важно, что ваше творчество, Александр, было переведено и на немецкий язык. если вы позволите, я обращусь к теме, которая, наверное, самая первая в жизни, с которой ты встречаешься, когда ты рождаешься. Это тема семьи и родителей. И только с семьей, только твоя семья, твои родители могут дать тебе ту основу, опять же, твоего отношения к близкому, к соседу, даже другого разных глаз, другой цвет кожи. Только через родителей мы понимаем, что мы живем одной жизнью с этими людьми, даже если они говорят на другом языке. Только понимая те отчаяния соседа другой национальности, ты можешь стать настоящим патриотом в своей стране, мне кажется. Ни одна государственная программа по формированию общегражданской идентичности не сделает столько, сколько могут сделать три человека. Яков, немец, Александр, Тарелец и Светлана. Русская, но говорящая на диалекте российских немцев и завершая немец в Смирселе. Мы можем в том числе, отчаяния, отчаяния, В нем зелефан фезен чимучи был калет. В ротах ветер, претя мое тело, Мое счастливое и зази, Все это за это, Что в нем мутно-песелом, Медрян, Благо, Медрян, Медрян, Ведов, Ведом, Ведоми, Ведоми. Это было моим родителям. Второе, я тоже очень классно. В Остане есть Семька. На первом году, в первом году, когда он пытался, в том числе, в том числе, Субтитры делал DimaTorzok 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 Это литературный процесс, и не только. И благодаря ему, то есть, в разных проектах участия в параде, дело в том, что наша творческая группа, где работает Саша Бак, сенсор-записатель России, Александр Карпов, сенсор-записатель России, это наш бессменный художественный дизайнер, замечательный Шипаэль, дизайнер-художник Сергей Клюшников, участник нескольких наших первых новых проектов нашел, Алтайский Есенин, эфирик, очень замечательный. Журналисты-переводчики Андреевны Верки, Марина Олексенко, из газеты «Цайты и Филищ», ранее это «Рот и Фары» было. То есть, в итоге, конечно, люди в команде не меняются в силу тех, кто в их проектах удовольствием нам привлечь Ивана Ивановича Кризина, это художник, замечательная его графика включена в бункера, и далее идет работа сегодня снова же при поддержке МСНК, поиздательного его альбома в первом фронтале, который там должно состояться. Это Владимир Бек, сын, поэт, замечательный фронтограф. То есть, замечательные темы. Это Эрис Виктор Александрович, композитор, заслуженный работой культуры Российской Федерации, который написал ряд песен на стихи авторов из «Август» и из «Встреч в августе». Все верно, тема «Обошки» не зря книга называется «Встреча в августе», и не зря там обозначена полынь стихами, полынь, потому что эта тема очень терпкая. Ну, все и корейцы, и немцы не знали, конечно, какой-то привкус, поэтому именно «Обошка» встреч в августе, она носит этот характер. И, значит, что меня побудило, как бы, в первом уме идеи первого проекта. В 2006 году, в 2007 году, тогда мне довелось помочь Александру изданию «Нигидиам» и «Катрика», двуязычного проекта, и потом двигаясь по направлению к этой теме, к тому, чтобы поднять творчество наших алкайцев. Дело в том, что я тоже пошел в школу, не знаю русский язык, а русский язык у меня тропитен. И мы изучали в школе мутерспрак, и мы читали наши алкайские поэты, какие-то песни Юнгмана, и там стихи Хатцинштейна, и все это Хатцинштейна. Ну, то есть, это наша среда. Для меня это естественная среда, я из Юнгги выпадал. Поэтому само отношение для меня оно естественное. И вот встреча в августе, то есть, это удалось создать такой мощный проект, где Саша помогал в традиционном виде, и шел достаточно так мощно. Следующая такая значимая работа, двуязычная, это тут конкурсует на мире, сложнейшее произведение. Если вы там помните, в моем выступлении сказал Саша, что Илья Покров, ты включи интернет, потому что очень сложное произведение, переводчики отступали. Саша задавался, он говорит, я не могу всего переводить полный перевод, поэтому я сказал Саше, включи все, пока конкурс не закончится, мы его интернет не подключим. Все. И в итоге, такими дружескими подходами, скажем так, нам удалось конкурс завершить, включить туда замечательный блок рисунков, фризерный, я думаю, может, когда-то в МГНУ удастся тоже представить творчество фризерного, графику его. Именно вот это областированное чувство Саши, оно меня как-то заставляет, он задает планку, и опускаться уже нельзя. И Александр Беков ушел из жизни, значимый боец, неконформист, очень талантливый. Публиковался мой исследование, публиковался в роте фаны, соответственно, где-то есть его отдельные издания. Но как раз к теме чтений, которые с помощью РСНК, я действительно очень благодарен за те чтения, «Солнце над степей» имени Александра Бекова в 13-м году, которые были проекты, межрегональнее, нам удалось эти процессы снова, как бы так, посудить. И были визы «Крутки памяти», где Саша выступил редактором, составителем этой книги. Это то, что Бек написал на русском языке, а текст сказал так, раз мы не печатали это немецко, мы будем писать самостоятельно. И в его активах участие есть цифры на русском языке. Саша выступил в качестве цифры, в качестве цифры, в качестве цифры. Проект «Я был и есть целую» с вами, где Саша выступил редактором, составителем замечательной книги. Будет презентоваться на втором этапе учреждениях осенью, которые запланированы. Я надеюсь, они состоятся. То есть это глубокие очень произведения, и реферимы, и гражданские стихи. Снова раз Саша бюнтер, где Александр выступил редактором, составителем, и только он, и еще несколько людей. То есть я знаю, что, чего стоило довести его до того состояния, и снова же, чтобы это состоялось. Саша прекрасный консультант. То есть в тех проектах, где его имя даже напрямую не обозначили, это не означает, что все проекты у нас обсуждаются. Обсуждается за чашкой чая. И так вот у меня есть основное место еще работы предприятия, совершенно не страшное, тем не менее, основное время. Вот так, где я приглашаю на чай. И Саша уже, мы с ним обсуждаем проекты, в том числе, одна на моем постановке, 129-е села, где Александр, соответственно, свое слово же, как консультант сказал, и он много меня поддержал. Поэтому спасибо. Графики Ивана Фризина. Дело в том, что Иван Фризин, замечательный художник, сам был из-за Стаснова, уезжал в Германию, вернулся, преподавал цели в школе искусств. И именно в этой осадженной лёгкой руке его выставка состоялась, в том числе и в Славдороде. И хоть мы с вами были знакомы, как и у нас встречаем, но именно в этой творчестве, погружении, в этот поход, снова же с помощью Александра в этот каталог, при поддержке МСРК, вот это спасибо вам, что я даю исключительно. И рубль «Ониночество». Но здесь я скажу откровенно. Побывав на литературном семинаре в 19-м году, я познакомился с Светланой Кочеловской. Так были знакомы заочно. И у меня так закралась такая мусин, запрячь коня и трепетный влаг. То есть именно попробовать стихи Александра в переводе Светланы Кочеловской, потому что она тоже текотеет в заднюю форму. И вы знаете, была еще попытка сделать немного... Я сам диктайп в образовании, журналистич, занимался роботами промышленными, обороны все время, пока все не разваливалось. Ну и вот все-таки я, наверное, конструктор в какой-то степени. И я так решил, давайте я попробую, захотелось попробовать другую технологию перевода. Дело в том, что в предыдущих изданиях мы работали по определенной схеме, то есть великолепные переводчики, которые знали язык Эрненберг, Мария Алексеевна, делает поспорочный перевод, очень качественный, глубокий, точный. Практически он уже был готовый, только следом уже русский пишущий автор и слагал это, скажем, в хоэтистском виде. Вот Саша в вольном переводе Кункина таким образом перевел. А здесь Светлана, ее творчество мне интересно, ее качества как переводчики мне интересны были именно, потому что она переводит напрямую. То есть как это все получится? Тоже получалось все непросто, потому что классические переводчики, они не давали, то есть приходилось находить общий язык, но тем не менее, я очень рад, что это состоялось, то издание Саши. И хочу тебя какие-то поздравить. У нас было много препятствий на пути этой книги. Вот, круга нас не пугала, не пускала из Барнаула недавно, а потом было вернуться, еще полететь через Новосибирск. Всего было всякое. Когда история все эти подробности расскажет, я хочу, конечно, искренне поблагодарить Константинову и Алиматову Кеншу за то, что этот вечер состоялся. И знаете, мне очень дорого творчество наших поэтов, и я сам не ожидал, что Александр, как мудрый человек, об этом знал, как всегда. Но он мне об этом не говорил, но я, может быть, всегда это слышал, что бывает послезучие. И вот это послезучие, вот сейчас видите два Владимира Бека, это наши выступающие, наши группы, Ивана Фризина, это Дмитрия, как их пооткорбляет, вот это святая группа. Экспозиция, архивные фотографии, интересно очень получается. Это фото-конкурс, часть фотографии вошла тоже наша группа. Дело в том, что в Славарде есть замечательный проект, которому уже 10 лет для фото-конкурса, в котором я живу, представитель жюри, которого я и являюсь, учеником в свое время. И наши фотографы, Славарда, они славятся, Александр Блотницкий, который здесь выступал, в презентации, он первый русский патриотер, который бывал на Южном полюсе вместе с Касперской. Поэтому Слава – это город таких фотографийских традиций. И поэтому, когда возникла идея фото-конкурса, Саша Висклева в качестве представителя, мы, естественно, по полной программе ему помогли, я идусь в фото-конкурсе. В Блотницкий тоже и Слава? Да, в Блотницкий тоже и Слава, он живет в Минске, да. Это один программ, ушедший из жизни в возрасте 60 лет, замечательный театральный художник, сейчас проектируем его альбом с помощью поддержки чтобы создать. Мы надеемся, Александр, у нас будет сил сделать, может быть, три участника театрной музыкальной комедии, то есть мы прибегаем его, Иоанн Неву, по-моему, и Алтайский, Иван Фризк, замечательный художник. Вот это выставочный наш проект. И, вы знаете, чтобы подпитожить свое выступление, хотел бы рассказать мне про что. Понимаете, хороший стихий рождает песни. И явилось, конечно, такой неожиданности, когда, издав антологию, обнаружилось, что многие композиты долгаясь в окрае, то есть кому это было доступно, начали слагать песни. А у нас еще проходил фестиваль, в следующий август тоже, в котором мы с Александром самым открываем отношение. И пять лет он уже проходил, скажем, шестой раз не состоялся, но в рамках этого фестиваля авторой была специальная реминация, тоже исполняли песни на стихи немцев, писателей и салатайского края. И вот одну песню в свое выступление я хотел вам предложить. Называется это песня Виктора Александровича Энста. Тебе ты срошь, 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Воспитателем детском садике. Ну, перенес тут закончил свое время. Настоящие немцы. Настоящие немцы они, да. Мама Уллирих. Понимаете, Уллирих? Да, корейцы превращаются в немцев. В этот момент я хотел вам сказать, что у нас тоже какая-то связь есть с немцами. Что еще я хотел сказать? Нам бы очень хотелось услышать корейскую речь. Корейскую речь? Да. От представителей вашего обидения. Корейскую речь, знаете, у нас и диалект самый. Оремар называется. Это диалект советских корейцев. Теректо на урин. Оремар, а то они, тяги, оремар. Сейчас англуб, мар, урин, боже, на мар. То есть перевожу. Я не знаю тот литературно-корейский язык, на котором говорят корейцы в севере или в юге. Ну, нас отличается, понимаете. Ну, советский диалект такой. Ну, недавно в Дрезденье, Дрезденье, это восточная, да, Германия? В этом городе... Объединенная Германия. Объединенная Германия, да. Площадь, одну из городских площадей переименовали корейскую площадь. Назвали корейскую площадь. Может быть, не все слышат, не все знают. Это после того, как в прошлом году президент Южной Кореи, госпожа Маркинсель, побывала в Германии. И там, в общем, видимо, очень хорошие переговоры были. Нормальная встреча прошла. И немцы решили, значит, в честь ее приезда одну площадь подарить именно, ну, не Корее, конечно, а вот название. Корейская площадь. Это, говорит, обновить, это единственный город, единственная страна в Европе, которая дала своей площадь вот такое название Корейской. Причем в центре города. В центре города, да. Почти два гектара там площадь. Ну, это большая площадь. Ну, конечно, мы благодарны, да. Благодарны мы сегодня в войне тем, что наша земля сумела найти общий язык с немцами. Хороших друзей вы приобрели, приобрели хороших друзей, в основном эти друзья немецкие, вас подняли на бедестал, можно сказать, да. Ну, творчество творчество, но надо же поднять на какую-то высоту. Я думаю, что немцы вам помогли вот нам. Я тоже хотел иметь таких друзей, таких друзей, как вы имейте. Но я в вашем лице, в вашем лице, думаю, ну, нашел себе тоже друга. Я надеюсь, на это мы обменялись, да, уже мы там дали мне обменялись. О сегодняшнем вот этом вечере я запишу. Ну, я сказал, я не писатель, не поеду, но как филолог, я иногда заметил, пишу. Берите на вас, друзья. Да, я, значит, запишу об этом вечере. Завтра-послезавтра, наверное, на корейском сайте, есть корейский сайт, ПОРЁО САМИ называется, откройки. И там очень много, каждый день что-то помещают, о каких-то наших делах, событиях, ну, в подобных вечерах. Я думаю, что напишу об этом, и завтра-послезавтра, размещу об этом, что в сегодняшней вечере заходите. Просто набирайте корей, заранее, и там увидите, да. И я хочу, пользуюсь случаем, пользуюсь случаем, тем, Александр, не знаю ваш график, да, нахождение Москвы, но я хотел бы, чтобы вы пришли завтра, вот три буквы, я бы сказал, это три буквы ООК. Приседьте, пожалуйста. Кабин, приходите, мы там будем вас ждать, если сможете. Можно, если я был ясно. Да, конечно, метро, Калужка, очень легко ныть, его сцены, первый вагон, выходите, и увидите многоэтажные, 22-гетажные тайны, необычные, на 4-й вагоне, подводитесь, если там наше право выйти, встретимся, там чай, папила, кофе есть, там, с руководством, познакомьтесь. У меня книга, это было бы просто символично, что идея проекта этой книги родилась, ну, вот, по поездке Москвы, когда пригласили нас, Крепезы пригласили меня, я приядусь на презентацию по литературе, по литературе, по литературе. На встрече недоверчиво по Солнцу. Не будет, как, ну, и еле на Рамо Зейфе, как-то зелено там. Ну, вот, у меня, конечно, у нас такая идея, идея столкнуть меня и Наталью Пегуревну, Светлана Григорьевна. 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 Светлане Григорьевна. Ну вот здесь вот почему Ворона помесили, ну это как бы из эпиграфа этой книги. Вот такие вот, я написал, кто никогда подсмотрел на голые ветки Ворона и выдал, и ровн, и одиночку. Такая картинка, представьте. Там я их зовут, пигры, ну и вначале как-то мы этот Ворон искали. Ну вот сейчас Ворона Константин-Керстянская, ну по сути моей магии, ну сейчас вот поверьте, что она такая, ну как бы не чисто хорейская, а вот у меня это тоже, как вот единственное, везде проявляется хорейство, как я, 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 ну, сроки простые, честно, на самом деле. И они должны быть в жизни всякие простые. Простота не ради простоты, а из-за смысла, что не потребляет первоначальность услуги слова. Ну вот такое вот такое честное время. Каждый раз, когда взгляд мой ворона скользит вдоль прилавков базара, где в зелопановых кистьях продают чинчей, красным персием жжет меня совесть. Неоплачен он долгом, за все те надежды, что мать накопляла слизали, жалуюсь лишь себе и богу, как все же длины, в дни там русских зимах. Ну, калец и знаю, что вот торговать чинчей, ну, я не исключительно, но это тоже мне, ты знала деньги за это, но я не чувствую себя, ну, конечно, чувствую, ну, вины даже, не знаю, вот такой, ну, вот, по-другому, в общем, у меня, в смысле. Ну, понятно, о чем вообще, не о том, даже, что я просто как увижу чинчи, сразу у меня глаза как-то стоят, ну, я не знаю, все равно, не знаю, вот такое чувство. Поэтому это не о чинчи, а вообще там те, кто есть, да, поэтому спросите, кто есть, я думаю, ну, я говорю, ну, посадите, да, просто сасар, полежали, они вообще связаны так и иначе, будем говорить так. Поэтому вот, такой, это себе треть, поэтому попал. Покажите немцам, что это, стад松 или фашу, капусту. Да, 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 думаете, так вп profitable, попрошу, тут положу, это квашка, капуста, но сама капуста, она, не берукочанна. Нет кочанна, она такой, ну, у нее надо по-разному, икейско-корейско-рубинтаско охотиться. Ну, видите, там она, как разоком, sprach им, суперим, вы... Ну и по-разному, как хотите. Китай, китайский, корейский, корейский, красный. Вот такая. Вот из этого хватит. Ну, конечно, тут, сейчас же, по-моему, тело фестиваля по этому поводу, там, тело мастер-класса какой-то, ну, привлекает туристу, что такое. Ну, действительно, она является не то, что, как с нами. Его занесли, такое нематериальное достояние. Корейская история, ну, он занесла, ну, там, в частности других, да, писал тарийский автор, ну, ряд таких. Да, ну, это, ну, все такое. Как показать, как вычисляются, они, хим-чинафы, там, произношение. Все, значит, такой, приватеринский, корейский, ну, национальный. Ну, без которого не обходится. Вообще не обходится. Да. Вот это два сочетания, ну, каша, рисовая каша. Вот это как символ, показатель немецкого стиля и корейской частности. Мы тоже здесь, скорее всего, относится нам, корейцам. Три основных праздника, можно сказать. Три кита, можно сказать. Первый, когда рождается бюджет, справляетесь в Гадашину, по-разному называются. Первый, где Азия, 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 да. Второй свадьбе, да, а третий Ханган, который шестерн, делает как дети, он делает такой преподаватель столько года, потому что родители не родили, выросли. Ну, вот такой. Три процента. Основной свадьбы и хорошая дневка. Ну, сто дней я не читаю. Вот оно, если трех праздник. Три процента. Ну, это же просто оборудование, естественно, как есть. На Востоке есть такое обычай. На день рождения ребенка, в первый год его жизни, когда он еще не смелым встать пытается это сделать, ставит стол судьбы растителей. Резь, значит, доля, хлеб всегда. Деньги будут жить достатками, нитками. Жизнь взорвется в день недорогой. Иголки и ножницы станет мастерицей, промышленной хозяйкой. Ручка и бумага станет ученым или врачом. В этот день торжественно с людьми живученками и детей касаются предметов собственного судьбы. Только странно. Почему же позже их лишали вправо выбирать самим свою судьбу? Хороший. АПЛОДИСМЕНТЫ Фотография. Я родился в хацевле Кархамбасской аэстерии. В частности, в Хацевле Кархамбас там входит в состав в Хацевле Космикстане. Да? Да. Но по новому произведению, в частности, ну, кто-то говорит, уже, кто-то говорит, в соседней акции. То есть, в первую очередь мы получили в Хазастане, в Хацевле Космикстане. Два отдельных слуги, которые, ну, приняли, можно сказать, или, по-возвольству носить тепло, будем говорить так. Так что дали ему возможность принимать эту жизнь. Ну, там есть такое слово, сейчас Средняя Азия, сейчас Центральная Азия, и есть слово такое, ну, я бы сказал, такое очень нежное, поэтическое, очень, которое уменьшительно проскать. Но есть слово Айнанай. Указаторность, может, только Айнанай, так. Указаторность Айнанай. Ну, слово-то как? Айнанай. Вот я себе попробую. Айнанай. Ну, когда у Капу тоже слышат Айнанай. Айнанай, ну, конечно, да? Ну, слово Айнанай, то есть, если так, так как вот, по словам звучать, скорее всего, я так думаю, от глагола Айнан. Крутить, вертеть, вращать. Айнан. Тем Айнан. Укрутить, вертеть. Вот такое. Ну, поэтическое такое первое время его сказать. Мой миленький, мой хорошенький, мой любимый. Айнанай, Айнанай. Вот, вот. Да? Вот, 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 вот такое есть слово. Айнанай. Ну, я попытался вот на этом слове, друзья, переиграть, которые, в самом секторе не стоит еще на таком вращении, в хружении, в общем, такой заботе, понимаете? Вот такая вещь, что происходит. Ну, начинается она. Айнанай, Айнанай, я кружусь, кружусь, я кучусь на Бог тебя, жертвами с собой. Айнанай, Айнанай, Доброй вестью в небе кружится птица, и кружится голова от пустыни. Айнанай, Айнанай, окружусь твоим вниманием, я плену твоих за год, я отвлекаюсь от свободы. Айнанай, Айнанай, заменили, я память езжится птица птица, заедаем на дорожке, тяги, длини твое, Айнанай, я стануя веру в небе, так у крусти, твои, и боды твоей стану. Вот такое слово есть. Аплодисменты. 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 Вот мы нашли долгую главу, ну, да-да-да, да. Ну, из того, как вы знаете, да, Инстантин, вы знаете. Ну, я посвятил ему из-за разговора как-то у нас получилось. Ну, как-то раз говоришь о Карагаче, что-то вот такое. Ну, думаю, ладно, что-то у меня такое. Ну, я посвятил, так сказать, Станиславу Риху. Он просто посвятил. Из такой ситуации. Старый Карагач узнал меня, Разволновался за играх метлями, Вытянул кровь и тени словно руки, Спеша ко мне навстречу. Как много лет назад Все так же в плене ровно прохладно, Чтобы усилять, чтобы сегодня укрепляться мое лето. Ну, как-то сбросить брус, который Слово сверху споря Пуститься на берегах, Даже в чаще плаке орга Откликнуться на имя, позабытое давно, И броситься на голос, Чтобы вновь увидеть В водоле маленькое лицо. А я бляжу принимаю, У тебя мое другое. Посвящаю его Светлому. Светлому. Ну, вас точно понимаете, Почему я говорю. Вас точно кажется. В году мыши И сели мышки сразу к танке, И ты в красавице, принцесса, И не угодил бы вы жиловку, помня, Что не бывает сыр бесплатно. В год быка, Позабыв о страхе, Схватить быка за рога, И взяться за великие дела. И чтобы жив остался, Матодор. В год дракона, Если ты дракон, Отменив свои законы, Чтобы было тепло и светло в домах, И сразу не было бы за день грядущей. В год свиньи, Нахрыкаться, Но не будь свиньё, Не подложить кому-нибудь свинью, И свиньство избежать. В год козы, Не будь козлом, Хотя бы в течение года И козы, Называть своих козой. В год обезьяны, Не там был дом, И стал там домом, Обезьяны. Не козли, Роберт, Взрыв, Вспомни, Откуда сам произошёл. В год петуха, Натив из сил, Петушицы, И когда горят Прекрасную куру, И что вы, Несли они, Пусть не золотые яйца, Но круглый год. В год снег, Хватил мудрости, Не жалит блеск, Достойкость жить, Не пресмыкается, Ведь я тебе не спас, Жизнь не одна. В год лошади, Я ранен кентабр, Возвучив тебе свободу, Пусть только вольный ветер, А светлана натянет Грибы у дома, В год кота, Пусть круглый год Дорогу Перебегает чёрный год, И вопреки предметы, Что вы, Надежды все сблить, И целый год без моря. В год тигра, Восьмин увидеть тигра, И убить, А это значит, Жить богато, И чтоб книга красная, Не дожда шестина, Тосковал вечно по нему. Но даже год собаки, Никто без силы будет Жизнь собачьего отменить. Пусть собака Останется собакой, Не другом человека, И этот короткий свой собаки По собаки Не бездомно прожает. Вот это вот. Спасибо большое. Мне кажется, Дороги друзья, Что Год немецкого века, И немецкой литературы России, И вот литература России, которая объявлена в 2019 году, в лице наших коллег имеют достойные представители, и мы очень рады, что мы сегодня открыли наш читательный зал вашими руками. Большое спасибо. И что важно, очень важно, когда у этой литературы есть человек-профессионал, который всю эту литературу может собрать воедино, описать, дать анализ, по которому потом студенты могут учиться. Вот это литература. Я литературовед-компоративист по сравнению, то есть занимаюсь сравнительной мировой литературой, но мне, конечно, это очень интересно. У нас на улице в Казахстане тоже жили немцы и корейцы, и казахи, так сказать, очень мне близко. Мой вопрос литературного содержания. Елена Зайцев сказала до вашего выступления очень замечательную фразу, что несмотря на то, что язык не тот, ментальность отражается в книге. И вопрос может быть очень долгий, потому что он формировался во время всех выступлений. Первая часть вопроса был упомянут Александр Ким. И слушая ваши стихи про то, что надо ложать спать, учиться умирать, и другие высказывания, как уметь слушать тишину, видеть одиночество как позитивный аспект ценности, у меня возникли вопросы, которые возникали, когда я читала метаморфозу Алина Анатолия Кима. Это первый вопрос. Не является ли дзен-буддизм и его концепция как-то инспиративным моментом, так сказать, не идеологии, а ментальной концепции ваших трудов? Это первая часть вопроса. Вторая. Если же дзен-буддизм и такие люди, концепции как у Кришна, бодрые тишины и сознания на вас не влияли, можете ли вы сказать о своем творчестве, если это не влияли дзен-буддизм этих людей, что это результат поэтического, креативного, наблюдательного сознания, которое часто и отражает? Спасибо вам, Гал. Интересный очень вопрос. Это даже целый комплекс вопросов. Очень сложно, да, как я могу сказать. Приславайтесь. Честно, скажу, но там, если я не только элемент, но и основные, да, значит, тишина, там, практику с этим бюддизм, там, понятно, это категория. Там, там, визитация, там, воздушение. Скорее всего, я думаю, они повлияли, но не напрямую, потому что отчасти знаком. А как отчасти? Что значит отчасти? Отчасти знаком той же японской поэзии, Холкута, в частности, да, и танка, это практически хирургий, где людей туда пройдет. Там наблюдается природа, там такой, ну, такой социальный, не знаю, это специально хотел, но возле через природу. Много варень там, и, ну, как бы, просят гармонию, что-то было. Не просто как отдельно там, все там целое вместе. Ну, не важно, например, это камни, вот, деревья там. Ну, это, как бы, я говорю, я же не фактикую, ну, знаком. Ну, и мне нравится, честно говоря, сам паспорт и сама паспорт, и сама паспорт, и буддизм. Мне тоже такое же проповедь, там, нет, сама вот это, не то, что там, в прямом смысле ничего не делали, снициативой, нет, у меня, у меня просто снициативой метод. Какой, я от них, вот, писатель, там, ничего такого. Это, скорее всего, просто попытка, ну, как бы сказать, внутреннего мира, всего. Это все уже попытка даже, она мне, вот, я думаю, не вершит, то, что, то, что я сказал, сомнение в попытках. Ну, это, наверное, если где-то совпадает, ну, я даже радуюсь, потому что знаю, что это что-то связано, ну, с этим, в частности, в течение, ну, денег, в течение, потому что там такая философика. Она не апресивная такая вот, ну, самопосимая. И везде, конечно, присутствует, ну, это независимо от меня, честно, я вам скажу. Это философит урализм, то есть, как вот опять, и я, то есть, честно, восточная, ну, это как раз. Ведь мужчина, женщина, везде, да, черный, белый, там, вот такой, ну, присутствует, это независимо от меня. Поэтому я говорю сиху, если, как и Елена Ивановна отметила, в Иисусском калейске, ну, это не о том, что там, я пытаюсь, что-то, какое философское теление. Это правда, есть такое, но, ну, я думаю, вот, когда замечаешь про, и самое интересное, ну, как вам сказать, теле, я немного буду писать сиху, я вот, честно признаю, не о том, что что лентяй, а, ну, как говорится, стихи должны стучаться, да, как говорится с ним, когда они писают. Ты только записываешь. Ну, как, не упустить тех, которые... Ну, я думаю, он долго упустил, потому что мне если вставать, холодно, зимой допустить, а сколько я упустил, и он долго сидит, а это всего лишь маленькая, которая, которая не больница, и вот так, чем-то возрастил. Ну, на самом деле, так, он под телепутатизм тоже не носит, тогда нормально, получается, чистая суть, ну, уходит, да, а когда ты начинаешь внутри, ты начинаешь уже, ну, словно, играть, ты от первоначального чувства уходишь. Вот это важно. Поэтому, когда японские юридиры, я не знаю, те же фокусы, танки, 50-60, они, как вам сказать, как бы они сама в притерии остаются, там не умеют, как бы не присутствуют, так, по имени. Бусульмон, даже не курс, это все. В Европе немножко наоборот, у него сам подход вообще не зашел. Какие-то, он примеряет себе, да, 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 мы шли буквы написаны, да, нет, вот это, наоборот, вот такое есть различие. Ну, где лучше, очень трудно с людьми, например, вроде бы такой, ну, больше, как бы сказать, европейский, ну, как ушел, да, ну, то, что присутствует, наверное, здесь, наверное, не скрыт, и уже не с тратится, наверное, даже за... Поэтому, спасибо, она, наверное, есть. Спасибо вам, Ян, очень интересный вопрос. Только человек, как Ян, он скрыт, и он может выступить только сам, становясь интересным феноменом природы, например, встаю, проспуженный к цвету вишни, я становлюсь интересен, как зрительный образ. А в европейской поэзии внутренний мир человека разрывается через местоимение Ян. Понятно, да, ничего не надо, развития там нету, вопрос просто, что тебя произойдет в земле. Вам близка и восточная поэзия, и европейская поэзия? Да, ну, я вот так вот, здесь живу, как воспитан, приносился, да. Спасибо вам. Ничего не поддержать, если не вы. Какие вопросы? Ну, о времени японской музыки, я когда использовала танки, чтобы было вновь эти японские, мы взяли, как вам это получить, я, может быть, подумаю, как это, да, если мы такими-то... на маленьком кусочке на канале за столбую культуру. Если это возможно, если возможно, сегодня даже возможно. Ну это будет здорово. Ну или это возможно, я обещаю, но... Береть-то это никто не видел, но не знаю. Да, наверное. Спасибо. Спасибо вам. Ну вот, сейчас я могу просто сказать, ну, не надо сказать, а куда проводить вас? Ну, можно сказать, видите, как я объясню. Один поэт сказал, по-моему, кого я забыл на минуту, у него «Война в войне» только Михаил. Ну, в зависимости от этой строки до солнца не отвечает, но, например, я сказал. Ну, он, как, поэт, стихи такие. Я тебе люблю. Она сказала «Объясни». Объяснил, и перевод пропадает. Трудно объяснить. Начинаешь объяснять. Учит, не объяснил. Когда творится, вы понимаете? И сами стали, это и сам. Ну, это, да. Это не на сторону. Это графика не может быть такой. Это фантазия, воображение, художество воображение. Ну, вы получали образование ведь там, в Питере, да? Ну, было бы такое, да, давно. Было бы, 7 месяцев, да. И сам мне, ну, неинтересно, кажется, да? Ну, как очень хорошая. Ну, как очень. Такая, да. Ну, как очень. Да. Александр Александрович. Хотелось бы еще что-то узнать из биографии вашего семейного положения, там, дети, там, музы, что служил там. Хотя бы так, коротко, пожалуйста. Ну, неинтересно. Ага. Ага. Нет, нам интереснее, тоже. Как бы попали в адреский проект? Да. Вы же учились в Санкт-Петербурге. Да. Потом оказался в Керкезе. В Керкезе. В Керкезе по работе биология вывышена. Контракт заключил, на декор, попал в Сахарин. Ага. Там, сейчас, два раза нас совещали в Керкезе с Сахарином, в Морозном островом. Ага. Тогда, там, я впервые, в Санкт-Петербурге ему одну звонить ехать. Ага. Ага. Там, там, вы хоть, как, альманат Сахарин называется, ну, раз в год, альманат, да? Ну, тогда, ну, ну, так получилось, что корейцы у нас сегодня дождь. Вот, там, здесь. И, поэтому, там, впервые начали готовить, то есть, мы будем совещать. Ну, тут, там, называется, там, в Керкезе, такие вот кассеты. Несколько авторов, подогнал в ушки. Ну, никто не птичка, первый птичка. То есть, мы подождали, вот, по результату совещания. Ну, мы будем, мы будем, мы будем. Ну, она не вышла. Скилок дорожный, развязка. Ну, вышел еще. Ну, такая ситуация была в Керкезе. В Керкезе попал в Алтай. В Керкезе попал в Керкезе. В Керкезе, в Керкезе, в Керкезе, в Керкезе, в 98-м году. А, да. Ну, русская, вот она, ну, не то, что гонит там, а что-то процесс, непонятно. Ну, с Керкезе, в Керкезе. Ну, ладно. Да, да. Ну, мы с Борданем. Да. Ну, вот здесь вот такой вот, как называется. Давай проедем в Россию. Ну, я буду, я честно сказал, мне в Керкезе, я буду чужой. Хоть в России, хоть в Керкезе. Ну, раз пришел, сейчас я поехал. Это прямо на луну для Керкезе. Я не какую-то... Я хотел в ней поехать, где она родилась. А она была в области. Ну, ходит, да? Мне было очень, конечно, большое вопрос. Я говорю, из большого города. Мне было болтать, куда все деревья можно забыли сделать. Потрог. Попросили, я даже знаю, поросят разводить. Торогу мы заедем. Ну, таким естественным хозяйством. Да. Ну, и так всегда есть по экспрессу. А вот здесь все, вот, ну, надо. Ну, как все. Вот здесь я, ну, в Казахстане. А Украине я жил, там, в Север, в Север. Ну, вот такая ситуация. Багаж и реография. Ну, она не хотела предпочтать. Ну, так получается. Не возник такой. Пожалуйста. 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 Где Вы лучше думаете о творчестве, графике? И какое время у меня? Ну, раньше, в какое время что-то? Можно, пожалуйста, меня нет такой? Да, да, да. Будем, Павел Далее, на звание взять. Ну, вообще-то, конечно, не знаю, как у Елены, но она уже кухня, ну, писатель, не творит, курс. Я у Васильевска задаю. Она... Я не могу так писать, что такое. Какое-то событие, круг что-то приедет. Она начинается от первых строчек. Будем понять, да? И все. Потом она, как бы, бросилась там. Опять напоминает другу, что-то такое. Поэтому так сесть, написать залп, может, чего-то там, не все-таки, это, в общем, для меня это практически невозможно. Так не должно быть. Как раз это под землудизм. Так не получается. Они должны рождаться, как ты дышишь. Ну, спокойно. Они не насилы, не себя. Тогда они считают это постоянным. И только стихом. И произведение искусства. Ну, понятно, да? Такая философия. То есть ты говоришь вперед. Не зависит. Не зависит. Да, да, да. Поэтому, вот если ты вот так набрался, я не знаю, вообще, в общем, сколько, я не могу, там, ни километров нет. Это просто наоборот за какой-то период нелени, там. Тех, которые книгу тоже за какой-то период накопилось, что-то, по-первых, может выйти, может нет. Ну, а денег может привлекаться. Короче, это вообще не играет. Задача встать в какой-то книгу, встать, это вообще было постоянно. Честно говоря. Я в этой книге еще тоненьше сделаю. Она, вверху, зависит не от лишнего, да? Да. 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 Сколько, да, ты прекрасно, да. Блок, вообще, он там, 24-х чеками не сдавал. Там, в первых, вообще, пасты, там тоже их там все тратят. Ну, а там, буквально, да. Это не играет. Спасибо. Интересно. А когда впервые вы написали или вывелся это произведение, когда вы почувствуете, что вы можете вот это, что вы стали поэтом? Да. Ну, знаете, честно сказать, я сейчас учусь. 50 лет. Это говорит... Уже, я думаю, что это не смешно. Ну, вот, допустим, мы в детстве писали? Да. Да? А, ну, вот. Вот тогда как раз и началось писание. Ну, как всегда в школе. Ну, без ответа людей, конечно. А потом более осознанно. То есть, европейскую культуру я тогда не знаю. Ну, вот это как-то дало, наверное, какие-то естественные отношения. Ну, как? Ты так голод не можешь, а ведь это всегда зависит или влияет до тебя. А почему вы тогда пошли учиться в институт советской торговле? Это вообще отдельная тема. А я вообще их там не играл. А-а-а. Ехал в Москву. А-а-а. Угу. 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 Я не могусти. Ну, я не могустен. Угу. 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 Я приехал на поздравительные курсы. Я хотел бы им было поступить, ну такая задача была, кстати, физико-матурщик, я еще. Он тогда, кстати, присчитался, играл, ну, детское такое было, и контролировался, и, ну, все пошли в ресторан, прикинь, как сейчас я помню. Ну, посетили там, давай поедем сюда, вам рады праздник. И мы приехали туда тоже, в Луговии я такой, несправда, ну, когда я помню с кем-то, прав сейчас я тут забрал, а они знают торговые студенты, они знают, а это, что это? Это компания. Да, это компания, кто-то, где нет. И было там, где-то сам, в культурной атмосфере, где-то, конечно, сидим, у меня всяк... ...баловаться с оказанием художников. Это вот эти годы, наверное, на нашем шерпе, а на красной земле, только чистой. Ну, вот так, тяга была, она в цепи, в потоку. Ну, там я общался с паренью, кстати, там был на вечере первого года. Ну, прекрасно. Ну, искал такие вещи, где-то, ну, супер разумеется. Интересно, спасибо, Александр. А можно еще вопросы? Интересный мне о Вашей встрече с Александром. Вот, допустим, Вы до никого общались с коллегами, знаете, или просто он приходит вдруг к Вам на прямой вопрос? Помогите мне. То есть, я не понимаю, знаете, почему? Здесь круг маленький, вот были совершенно буквально недавние события, где Саша снова себя проявил, вот, как человек, вот, воспитанный интеллигентом высшей меры, и чуть бы не лишившись самого дорогого. Поэтому, понимаете, здесь Бог, наверное, все определяет. Кому по какой дороге идти? Ну, нам, значит, с Александром. По этой дороге вместе... Ну, много дороги проводили, там, у нас там расстояние, там, близкие, там, ну, рядышком, 400 километров. Да, да. 500 километров. Поэтому, когда едешь, все время есть о чем поговорить. И поэтому, много, конечно, общего, что есть и в судьбах, понимание, как это все было. И, наверное, наша сдержанность, которая есть и у немцев, и у корейцев. Потому что судьба так сложилась. И, наверное, мудрости наших родителей. Потому что моя мать, именно в краткости этих пословий, там, «осквисты», «танки», «наук», там, и вот такие вот, да. То есть, такие вот эти моменты мудрости, да, которые идут оттуда в краткости вообще, как-то, я нахожу много общего. Вот в его краткости и в моем понимании мира, то есть, видимо, у немцев, корейцев, что-то все равно тикотеем друг к другу в немногословиях, хотя на русском не очень много. Вот. Потому что я не умею изложить на русском кратко. На немецком я как-то короче, наверное, расправляется. А для того, чтобы, вроде бы, короткий язык изложить на русском, приходится искать эти все формы, как-то. Да. Вот поэтому, и мы вот эти чертами. Ну, а потом все остальное уже, постановочное движение, створчество. Ну, замечательная графика. Я очень рад, что у меня есть его работа. Я надеюсь, когда-нибудь, у нас в наших магазинах великий зал будет заработать. У нас есть выставочный зал, замечательный. Заш на работе, его весь артиф у меня отсканирован. Так что, если кому-то что-то интересует, Валентарночку я все расскажу, все покажу. Конечно, да. Вот. Поэтому, знаете, я просто горд. Могу сказать, что это указать. Спасибо вам. Спасибо вам большое, что дома. Взаимные мероприятия. Вроде бы не нужны мероприятия. Как в нем, как в городской России. Наше следующее мероприятие состоится 9 апреля в 10 утра. Вы можете услышать проглаты по немецкой литературе 21 века. В 10 утра. В этом, знаете, если у вас появится интерес. Субтитры сделал DimaTorzok